в Анапе, никогда не была в Геленджике, я в эти стороны вообще, в Сочи маленькая была, там какие-то города тоже в Сочи было, рядом в Сочи, но маленькая, ничего не помню, так как мы не можем улететь сейчас за границу вообще никак, так как у меня нет документов, они на замене фамилии, и так как мне вообще нельзя летать, я не хочу, я лучше перестрахуюсь, не буду летать, мне, конечно, говорят, можно там на втором триместре летать, но я что-то побаиваюсь, не хочу, не дай бог, что случится, я переживать буду весь полет, летать мы не будем точно, мы решили на машине, будем заезжать в Ростов, там, в Краснодар, по пути останавливаться, так, в Осетию мы не собираемся, в Абхазию тоже думали, и думали еще в Крым, ну, что-то мы это уже убрали в мысли, да, вот по поводу Сочи, мне все говорят, что на Серпантине очень сильные пробки, если ехать на машине, то мы замучаемся стоять, можно и по пять, и по шесть часов, говорят, в пробке простоять. Алене Королевой передаю привет. Я никогда не была в Киринджике, даже не знаю, как он там, Анапа, так, ребята, голосуйте, Анапа, Лазаревская или Сочи, Красная Поляна. Никогда там просто не была, и Валерка там был, но что-то так, ему вообще там ничего нигде не нравится. Да, мы собирались уходить в проект, а потом передумали, все хорошо у нас, потому что я чуть-чуть подустала, у меня, кстати, через семь дней ровно год, как я на проекте Дом-2, через неделю. Щитовидные были проблемы, я вообще, помню, очень сильно страдала. Сейчас у нас проблемы с давлением и с пульсом у меня, и со зрением, чтобы вы понимали, ребенок вообще, фу-фу-фу-фу, мы были на скрининге, посмотрели сердечко, пальчики посчитали, органы, печень, почки, все вообще, посмотрели, все, фу-фу-фу-фу-фу, идеальненько, ребеночек хорошенький, здоровенький у нас, все хорошо у нас. Единственная проблема с моим здоровьем – это зрение. Один глаз у меня хорошо видит, второй вообще. Я, кстати, очень давно не проверяла зрение, еще раз со школы, чтобы вы понимали. И вот, поехала на осмотр для первые три места, то, что заканчивается, поехала на осмотр. И получается, приезжаю смотреть в глаза и понимаю, что я одним глазом вообще почти не вижу. То есть одним я прям четко вижу, вторым у меня не то, что расплывчиво, меня прям аж бесило, что ничего не видит, не вижу. Я прям вот так вот смотрела, короче, ничего почти не вижу. Я не помню, там пару строчек, короче, я только смогла нормально. Вот, по поводу давления, сегодня вот мы мерили опять, уже какой раз я приезжаю в больницу, давление почти вот всегда 80 на 53 или 84 на 54, там, 4 пониженное. Выписали таблетки мне еще недели-две назад, но мне что-то не очень помогает. Типа заменитель кофеина, такие легкие для беременных, ну, не помогает. Вот, сегодня приезжали, когда нас, этот, на анализы утром, гола жопой. Валерка вышел, не знаю, что я в усилии сижу. Так, что я хотела рассказать про ездиль. И, короче, считали там пальчики, ножки, ручки, все, органы смотрели, все хорошо. И это... И он был очень грустный за то, что я была в последнее время очень нервная. Малыш тоже был нервный. А вот на днях, когда я ездила, он был очень активный, он и попу показал, и ножки, и раздвинул, и бочком, и левым, и правым, и глазки закрыл, и открыл. А сегодня прям вот лежал, я говорю, посмотри на папу, посмотри на папу. И Валера смотрит, и он такую руку поднимает. Я говорю, папа здоровается, так вот раз. И все, порассмеялись. И больше он сегодня ничего не делал, он какой-то грустный. До этого я такой веселый, активный был. А вот эти дня три я очень сильно нервничала, переживала, и он какой-то грустненький стал. Но все нормально, со здоровьем у него все хорошо, у малыша. Сердечко у него хорошо бьется, все хорошо. Все посмотрели. Срок у нас пошла тринадцатая неделя. Второй триместр. Вот, сейчас поедем с Валерой в аптеку за новыми витаминами. Потому что все витамины у меня на первый триместр. Поедем за вторым триместром. Я фоми-бион пью. Мне нужно второй взять. И на йод. Короче, много чего. Йод, еще что-то. По поводу, кто у нас. Маленький срок. Пока два раза мы увидели одно. Но у нас еще будет через две недели УЗИ. Когда мы вернемся как раз с отпуска, у нас сразу будет УЗИ. И там уже нам официально дадут конверт, где будет точно написан пол. На данный момент как бы видно все. Но все так меняется на ранних сроках. Потому что у нас вот есть Ира Пингвиновна на проекте. У нее показал мальчик на 12-13 недели. А потом показала девочка через две недели. Потому что орган так рос, что подумали, что мальчик. И я не могу точно сказать, что кто у нас. Мы предполагаем уже определенное кто. Вот, то, что мы сейчас видим. Но мы ничего не хотим говорить, чтобы не сглазить. Вот как идет, когда уже на бумаге официально нам напишут. Вот ваш пол, 100% по срокам. Ну, мы скажем обязательно. Так, какие вообще вещи брать в Сочи? Там жарко, да? Я стою в гардеробной, не знаю, что собирать. УЗИ мы ходим, когда нам говорит врач. За все время, я, наверное, за 12 недель была раз 5-6, наверное. Первый раз я же попала на сохранение с болей в жоте. Было подозрение на выкидыш в начале беременности. Я была очень сильно перенервничала. У меня резкие боли начали. Я меня забрала скоро. И было подозрение на выкидыш. И потом мы... Ну, меня прокапали много всякими витаминами. Убирали этот тонус с матки. Все нормально было. Вот эти были УЗИ в больнице пока. Было два УЗИ. Потом, когда мы встали на учет, УЗИ было. УЗИ на девятой неделе, УЗИ на двенадцатой неделе. И вот сейчас на скрининге все. Следующий будет уже для определения пола утвердить точно. Потому что сейчас доктор точно не может сказать, что ранний срок. Может все поменяться. Но как бы уже все понятно, но может поменяться. Что маленький еще. Я не боюсь рожать. Я очень хочу. Сегодня Черно приехала с Йосей на поляну с малышом. Ребят, когда я увидела Стефана, он безумно красивый. Вы не представляете, он такой красивый, такой сладенький. Просто нереально. Я когда увидела его сегодня, у меня прям... Я чуть не прослезилась, потому что я понимаю, что через полгода, ровно полгода, у нас тоже будет такой малыш. И пингвина, я смотрю, тоже у нее слезы наворачиваются. Она тоже понимает, что вот он, вот уже скоро. Это очень круто. Сейчас я вам покажу, что мне подарило Черно. Хотите, вы первое увидите. Смотрите, что мне подарило Черно. Как вам? Это наш первый костюмчик. Это на меня Черно привезла сегодня. Подарила. У нас еще не было. Мы ничего не покупали раньше, времени нельзя. Просто это подарок. И еще. Смотрите. Черно, спасибо тебе большое, Сашка. Очень классные костюмчики. Будем их носить. Блин, я даже не представляю, что у меня скоро будет такой вот пусяшка. И вот такие уфтаники. Прикольные. Блин, не могу. Класс. Я, чтобы вы понимали, сейчас буду их на вешалку развешивать потихонечку. Вот шкафчик. Но я лично раньше времени ничего покупать не хочу. Ни кроватки, ни коляски, ничего. Вот только прям перед родами за неделю, наверное, я поеду и возьму. А лучше вообще после родов, когда уже ребенок будет дома. Так. Так. Ребят, ну помогите. Куда ехать? В Сочи? В Лазаревское или в Анапу? Не скажу, кто. Не мучайте меня. Крати, мы бешено счастливые. Собираем вещи. Завтра уезжаем. Поедем к моим родственникам. Заедем еще. Будем в Ростове. Будем в Краснодаре. Будем в Геленджике. Вот. Сейчас решим еще в Лазаревское. Либо на Красную Поляну. Анапу. И будем по югам блуждать. Так. Помогайте, ребят. Нам выезжать скоро. Мы не знаем, куда ехать. Анапа. Плохо. Я просто нигде там не была, не знаю. Блин, реально, со зрением беда. Я ничего не спалилась, потому что Черно сама покупала костюмчики. А у них мальчик. Так что не надо тут. Но-но. Я же не просила покупать. Я никому ничего не говорила. Еще не знаем ничего. Вот. Сашка просто подарила костюмчики детские. Фу, Анапа. Фу, Соти. Так. Фу, не фу. Летать мы не можем сейчас. Нам только по России путешествовать. Мы вообще думали в Питер поехать на две недели. Потом думали мне. В Питере нам еще всю жизнь жить с Валеркой. Так что еще нагуляемся по Питеру. А на отдых хочется. В горы хочется. В воды хочется нормальной. Свежего воздуха. Моря хочется. Хотя я в море, если честно, не купаюсь вообще. Я, наверное, за всю жизнь раз за три купалась. Именно в море. Я в основном как-то не знаю что-то. Может потому что я в детстве тонула на волне в море. И у меня что-то к морю такое. Несильная любовь. Я больше, наверное, в басике бы поплавала. Вот в Крым тоже можно. Блин, ну в Крым ехать с Москвы 24 часа. Или 22. Куда Валера скажет? А вы Валера спросите. Он сам не знает куда хочет. Он на меня все раз закидывает. Я тоже бы хотела поехать туда, куда Валера скажет. Так. Тут по-любому есть местный. Сочи, Лазаревская, Анапа. Если кто-то тут местный есть, пишите мне лучше в директ, потому что тут плохо видно. Не запоминается. Может какие-то отели посоветуете хорошие. Или домики, виллы какие-то у моря. Блин, в Крым прикольно. Ну долго ехать. 22-24 часа с Москвы. Я представляю, все серпантины мои. Я через каждую минуту, мне кажется, буду открывать окно и... Короче, таксиклаз. Все, уходить. Ты собираешься уже? Да. А куда? Просто? Да. Все. Я буду выходить. Будем собирать вещи. Надо собираться. Все. Напишите в директ, какие отели, какие виллы и куда лучше поехать. Всех обнимаю. Надо собираться.